Око-спорт Отмечу, что Айадусу, арбитру в поле, сегодня помогает Антонио Комара-Мурсия и Анхель Модиа-Марин. Все, поехали, игра началась. Арбитр у нас очень такой колоритный и упитанный. Мужчина в расцвете сил. Он только что своим свистком разрешил командам начать этот контрольный матч. И 46-й номер Владислав Яковлев. Это капитан молодежной команды ЦСКА и ее лучший бомбардир. Виктор Кончаленко главный тренер российской команды. Торо вступает в игру и уверенно играет на выходе с голосом, что называется, как учили. И детско-юношеская, и уже в главной команде 15 лет. 15 лет уже в заявку этот юный вратарь попал. Армейцы должны забивать, а не забивают на третьей минуте. Счет открыт. Поздравляем армейцев со столь успешным началом этой игры. Точная передача. Вратарь не решился сыграть на перехвате. И за это буквально через мгновение поплатился. Ну а 71-й номер армейцев не имел права промахнуться из столь благоприятной позиции. То есть уже и стартовый состав соперника ЦСКА. Внимание, Аблеков с короткого разбега подает. Васин выпрыгивает, бьет головой. И здесь в воздухе, хорошо выбрав позицию перед ударом, он перевисел Альберто Ханку. Ведь это не упражнение, это содержание мяча на полполя. Все-таки должно быть завершение, должны быть удары. Испанцы в атаке. Хороший проход. Может быть сейчас что-то случится опасное. Здорово играет на выходе. Молодец. Владислав Тороп. Красавец. Своим вратарским компьютером ситуацию считал абсолютно верно. Смело действовал и в ногах у соперника забрал мяч. Чалов. Удар по воротам. Чалов делает голевую передачу. Вне игры нет, мяч будет засчитан. И этот гол на свой счет записывает капитан молодежный в ЦСКА Владислав Яковлев. Поздравляем того же Яковлева. Еще раз с вами смотрим. Хорошо оценивает, грамотно оценивает ситуацию. Не жадничает Чалов, получивший мяч от Сигурсона. Ох, как Обликов-то пропустил красиво, оригинально, а главное по делу. Напрашивается подача. Ну вот, судя по решительному виду, седьмой номер даже готов пробить. А вот такой вот розыгрыш. А теперь подача. Удар по воротам. И что, арбитр? Арбитр ставит 11-метровый удар, посчитав, что была игра рукой. Но надо смотреть повтор. Яковлев недоумевает. Но, судя по всему, именно он виновник назначения 11-метрового удара. Но я не вижу, чтобы в Яковлево мяч угодил. Испытание для нашего юного голкипера будет бить Перико Санчес. Короткий разбег. Удар! И испанец разводит по разным углам мяч и голкипера ЦСКА Владислава Торопа. Вот такой вот сегодня день. Армейцы пропускают мячи в контрольных встречах. До этого играли на ноль. Ну, что ты скажешь, уверенно выполнил. Сумасшедшие деньги. Подача. Момент. Ошибка нашего голкипера. Да, с голосом. Вроде бы все уверенно. Но до мяча, к сожалению, Владислав Тороп не добрался. Это гол на совести вратаря ЦСКА в результате 2-2. Вот этот эпизод на вес. Что тут комментируют? Дотянулся бы, добрался кулаком. Выбил бы мяч. Никаких вопросов. А Обляков подает. Скидка на игранную комбинацию. Надо забивать. Удар по воротам. Как хорошо тащит мяч вратарь. Там затем ему и защитник приходит на помощь. Но это был практически голевой момент. Много времени уделили тактике. И стандартам подчеркнул Гончаренко. Ну и также, я уже говорил об этом, посетовал, что все-таки хотелось бы соперников посильнее, покласснее иметь. Но ничего не поделаешь. Что есть, то есть. А Рец тем временем забивают свой третий гол. И выходят вперед. Шкурин. Лучший бомбардир ЦСКА на этом сборе. Это его уже четвертый мяч. Заносит мяч после прострела справа в цель. Ну а автор голевого паса Владислав Яковлев. Вот молодой футболист. И забил. И отдал. Молодец. Ну и Шкурин демонстрирует. Я уже говорил о том, что армейцы на втором месте финишировали. И ушли на паузу. Вот и гол. По-моему, автогол. Хороший пас не пропадает. Вот были передачи в предыдущих атаках. И включая голевую справа, сейчас слева. И 12 номер. Ла Унион Атлетика переправляет мяч в ворота своего 37-летнего голкипера Сау. Ну и молодец. Ну пора бы уже получить Облякову разрешение от арбитра. Вот свисток прозвучал. И Иван в штрафную. Удар. Момент. Штанга. Кому там Чалову опять не повезло. Хорошо. Он выскочил на этот мяч. Вот несколько минут назад Чалов выходил на ударную позицию. Штрафную забежал. Вратаря обыграл, но не попал в ворота. Может быть, сейчас попадет. Попадает. Молодец. Молодец, Федор. Я очень рад за футболиста ЦСКА и сборной России, что он забил гол. Он наиграл на этот самый гол в этом матче. 5-2. Чалов. 85-я минута. Форварду ЦСКА. Пас от Тикнезяна. Словно не замечает он своих опекунов, защитников. Знаете, как стойки на тренировке оббежал, по сути, Чалов. Красно-синих, которые ему скоро на ужине оторвутся. Футболисты ЦСКА. Но они собираются, по-моему, и шестой мяч еще забить в ворота соперника. Это 11-метровый удар. Это пенальти. Действительно, ЦСКА заходит на 90-й минуте на шестой гол ворота соперника. Ну, тут не поспоришь, это пенальти. Пенальти в этом эпизоде. Ульвальгар его сбивает. Ну, а кто будет бить пенальти? Чалов? Нет. Ахметов. И готов с короткого разбега нанести удар по воротам соперника. Удар более чем уверенно выполнен. 6-2. Армейцы громят своего очередного соперника на испанском сборе. Поздравляем красно-синих с очередным успехом. Еще раз подчеркиваю, и в прошлый раз, когда я комментировал контрольную матчу ЦСКА, и сейчас, скажу, ни в коем случае не надо переоценивать очередную голевую феерию в исполнении команды Виктора Гончаренко, а просто надо похвалить за то, что ответственно подошли к очередному матчу, сыграли так, что добились крупной победы, а те ошибки, которые, безусловно, были, они будут устраняться через тренировочный процесс. Работа кипит, работа идет. Армейцы, так же, как и другие клубы российской премьер-лиги, не сидят сложа руки, а готовятся к возобновлению чемпионата и кубковым играм. В этой встрече за ЦСКА забивали Технезян, Яковлев, Шкурин, Ахметов, Чалов. Никого я не пропустил.